Нужно понять одну простую вещь. Если думать, что только с помощью фармы можно вылечить какую-то болезнь или все болезни, то можно бесконечно ждать результата, бесконечно ждать чудодейственного эффекта выздоровления и ничего не дождаться. Приведите мне хотя бы один пример человека, с хроническим заболеванием, который лечился фармой и вылечился таки от своего заболевания. Таких людей просто нет. Хроническое заболевание, оно потому и называется хроническим, что вылечиться от него с помощью тех препаратов, которые рекомендуют нам медицина и фарма, невозможно. Лекарства не работают на причину, они работают только на симптоматику. Можно сделать так, что симптомы исчезнут. Они утихнут, спрячутся. И создастся картина, что заболевания нет. На самом деле оно никуда не делось. Оно по-прежнему находится в теле человека, но оно скрыто, завуалировано, потому что его скрыли при помощи медицинских препаратов. Именно на это нацелена вся фарма. И я думаю, что многие это прекрасно понимают. Чтобы вылечить какое-то хроническое заболевание, нужно работать с его причиной. С той причиной, из-за которого оно и возникло. Но ни одно заболевание невозможно вылечить, то есть избавить человека полностью от этой болезни только при помощи медпрепаратов. Что же тогда приходит на помощь? Что же мы должны использовать, чтобы быть здоровыми, чтобы избавить себя от тех болезней? Тут нужно понять ещё одну простую вещь. Если думать, что хроническое заболевание – это приговор, и с ним нужно жить всю оставшуюся жизнь после вынесения приговора, то тогда ничего, собственно, и не произойдёт. Вы будете продолжать жить с этим приговором. Вопрос только в том, как жить, качество жизни. Но если понимать, что в приобретении этого заболевания виноваты лично вы, то есть не Господь Бог послал эту кару, не что-то извне повлияло на то, чтобы вы заболели этой болезнью. Все болезни рождаются внутри, и человек сам своими руками, своими действиями порождает эти болезни, но он не знает об этом. Большинство людей, они не знают, не понимают и не догадываются, что причина болезни всегда лежит внутри, в его собственном теле. А наука натуропатия – это давно уже узнала, доказала, и она и основана на том, чтобы работать с причиной заболевания, с той причиной, которая находится внутри. А как работать? Чем? С помощью чего? Есть несколько инструментов, которые работают на глубинном уровне. Это, конечно же, и очищение организма от накопленных шлаков и токсинов. Это, конечно же, и коррекция питания в сторону более живого, естественного питания, а не питания тем непонятным месивом из варева, которым сейчас питаются большинство людей. Вот это тотально варёная, тотально крахмалистая пища. И, конечно же, есть дополнительные инструменты для того, чтобы лечиться с помощью естественных методов. А что такое естественные методы? А это то, что даёт природа. Вы вообще-то на секундочку не забыли, что вы и мы, да, мы люди, мы часть природы. И когда люди были каким-то образом созданы на этой планете, предполагалось, что они будут оздоравливать себя при помощи же сил природы. Потому что они, потому что мы люди, мы часть природы. Я думаю, вряд ли предполагалось, что на заре человечества уже стояли фармацевтические фабрики для того, чтобы лечить людей. Нет, этого не было. Природа. Вот что приходит на помощь человеку, чтобы он был здоровым. Природа. И один из видов природной силы, целительной являются эфирные масла растений. Я очень сожалею, что большую часть жизни, намного больше, чем 50 лет, я прожила в глубоком, в глубочайшем незнании и заблуждении относительно сил природы. Мне очень стыдно вспоминать то время, когда у меня росли мои дети, рос первый сын, потом росла дочь маленькая, они болели. И мне очень стыдно сейчас вспоминать, что я с большим недоверием и скепсисом относилась к травам, к природным средствам оздоровления, что я смотрела только в сторону антибиотиков, только в сторону сульфаниламидов, жаропонижающих и так далее. Я считала, что только медицина может помочь моим детям и вообще нам быть здоровыми. И даже когда меня мой муж пытался переубедить, чтобы я посмотрела в сторону каких-то народных средств, даже в таких банальных ситуациях, как просто простуда ребёнка, какой-то банальный вирус, я не слушала. Я была убеждена в обратном. Мне очень жаль, что большую часть жизни я была в таком заблуждении. Но я очень рада и счастлива тому, что сейчас, когда я прожила уже большую часть жизни, мне уже под 60, я с одной стороны жаль, что это знание пришло так поздно, но с другой стороны хорошо, что оно пришло хотя бы сейчас, когда мне под 60, и когда действительно в это время обостряются все заболевания, но теперь-то я знаю, что с этим делать. я узнала это ещё 6 лет назад, в 2016 году, когда познакомилась с учением Марва Агонян, когда узнала вообще, что такое натуропатия, когда стала изучать эти книги и эти способы оздоровления при помощи естественных, природных средств, я стала счастливым человеком. И я остаюсь им до сих пор. Я очень счастлива в том, что я избавилась от своих заболеваний, которые у меня были, что я прекрасно себя чувствую, что у меня в мои почти 60, у меня ничего не болит, у меня нет хронических заболеваний, я бегаю на лыжах, я чувствую себя полноценным, активным, здоровым человеком. Я много работаю, я не устаю. Всё это благодаря тому, что я убрала всю фарму из своей жизни, просто выкинула и оставила только природные средства. Я ни в коем случае не хочу хайить медицину, потому что медицина как скорая помощь, как хирургическая помощь, как неотложная помощь, как диагностика, она незаменима. И мы, конечно же, должны её использовать в своих благах и интересах. Но как средство для лечения хронических заболеваний мы можем и должны использовать только природные средства. Итак, эфирные масла. Я открыла для себя только в прошлом году, не так давно. И тоже я очень счастлива от того, что они пришли в мою жизнь, и я на своей собственной шкуре смогла убедиться, как же чудесно это работает. У меня в руках сейчас вот такая небольшая зелёная коробочка, которая называется «Семейная аптечка эфирных масел». Она не случайно называется «Аптечка». Вот здесь даже изображён крест. Это скорая помощь. Это скорая помощь для любого случая, которое происходит у нас сплошь и рядом, повсеместно, в каждой семье. И все эти случаи связаны с каким-либо нарушением здоровья. Передо мной сейчас стоят 10 масел. И каждая из них — это просто какое-то чудо. Как не использовать вот это масло под названием «Онгард», что означает «на защите», когда оно уничтожает вирус на корню в самом его начале. В самом его начале его губительного воздействия на организм, на стражу, и приходит «Онгард» — смесь эфирных масел, которые использовали ещё в то время, когда была чума. Помните эти знаменитые костюмы с клювами? Что было в клювах? Вы знаете, там были вот эти самые травы, масла которых входят в состав этой знаменитой смеси. Это знаменитая смесь. Это исторически доказавшая себя свою эффективность смесь. И у нас сейчас есть в руках пузырёчек, одна капля из которого уже убивает вирус. Вы представляете, что я в эту зиму три раза пыталась заболеть, ну, пыталась в кавычках, да, три раза на меня нападал вирус, знаменитый вирус, который сейчас очень популярен. Но я три раза благополучно за пару дней выскакивала из этого состояния благодаря этим методам, которые я знаю, благодаря очищению организма и благодаря вот этой знаменитой смеси «Онгард». У меня есть о ней статья, и вы можете найти, прочитать её по ссылке. «Онгард» там, где «Онгард», там обязательно идёт масло орегано. Что это такое? А это наш иммунитет. Эфирное масло не обязательно пить литрами, достаточно одной капли, чтобы уже наступил исцеляющий и оздоравливающий эффект. Орегано — это наш иммунитет. Это тот самый иммунитет, дефицит которого мы сейчас все люди испытываем. Там, где иммунитет, там идёт, конечно же, эфирное масло, лимон. Лимон — это ощелачивание организма. Люди тотально закислены сейчас на той смешанной, тяжёлой и варёной еде в большом количестве. Организмы просто закислены. А что такое закисленная среда организма? А это любимое поле деятельности для вирусов, для грибков, для бактерий. Закисленная среда — это их среда. Так вот, лимон — всего лишь одна капля на стакан воды. И это очень мощное ощелачивание организма. Особенно для тех, актуально, кто не может пить, не выносит цитрусовый, аллергия или оскомина, чувствительность зубов или что-то в этом роде. Эфирное масло лимона добывается из корочек. Там нет кислоты, но там есть мощный ощелачивающий эффект. Про эту смесь, которая называется Digest Zen или, по-другому говоря, Zen пищеварений, я не могу не говорить в восторженных тонах. Это просто та смесь, про которую можно сказать. Это вау-эффект. Это вау. То, что производит смесь пищеварения, я испытала это на собственном опыте. Когда я, выпив холодной воды после какой-то жирной пищи, загибалась в жутких желудочных спазмах на диване, я просто не могла разогнуться и встать. Всего лишь одна капля смеси пищеварения на полстакана тёплой воды подняла меня и я поняла, что больше нет никакой боли, больше нет никакого спазма. И мои клиенты, те, которые имеют какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, неважно, гастрит ли это, калит или какие-то панкреатитные явления и так далее. Смесь пищеварения это мгновенное купирование боли и спазма. Как жить без этой смеси современным людям, которые сплошь и рядом имеют больные желудочно-кишечные тракты? Да никак. Невозможно. Знаменитая смесь Deep Blue по-другому ее называют смесь антиболь. Хорошее название, правда? Антиболь. Это действительно смесь, которая купирует боль, суставную боль, мышечную боль, боль при излишнем напряжении, переутомлении, головную боль. Всего одна капля и боль исчезает. Как жить в современном мире без обезболивающего масла? Да никак. Лаванда. Те, кто хотя бы раз в жизни испытывал, что такое ожог, запомните, лаванда это то масло, которое должно быть с вами всегда, всегда по жизни, потому что лечение ожогов это лаванда. Неважно какой степени ожог. У меня до сих пор мурашки по телу, когда я услышала историю о мальчике, о ребенке, который получил 75% ожога кожи и выкарабкался очень быстро из этого тяжелейшего состояния, благодаря его матери, которая знала, что такое лаванда и как она работает при ожогах. Это чудесная история, доказательство того, что природные средства они лучше, они лучше в тысячи раз, чем фарма. Они надежнее, они эффективнее и они действительно реально спасают. Ну, а те, кто испытывает проблемы с бессонницей, ну, лаванда это уже традиционно проверенное средство для того, чтобы сон был хорошим, крепким, чайное дерево, грибки, кожаные проблемы, проблемы с ногтями, это все чайное дерево. Недавно у меня была интересная история, когда я выскочил герпес и мне порекомендовали помазать его чайным деревом. я помазала герпес ватной палочкой смоченной в чайном дереве, помазала, и тут меня отвлек телефонный звонок. Я буквально минуту говорила по телефону, после этого я снова подошла к зеркалу, чтобы продолжить смазывание палочкой своего герпеса, и, к моему большому удивлению, я не обнаружила герпеса. Вы понимаете, герпес ушел за буквально там за какие-то пару минут. Чайное дерево, грибковое заболевание. Бриз. Бриз. Дыхательная смесь. Бриз. Само название говорит за себя. Это смесь, которая помогает дышать. Любые простудные, респираторные, астматические, бронхиальные дела, это все бриз. Сухие ингаляции. Одну каплю на ладошку, растер, поднес домиком к носу, дышишь, облегчаешь дыхание. Мята перечная, традиционный, классический запах ментола, который освежает в жаркий день, который снимает головную боль, который снимает усталость, который придает бодрости, который купирует чувство голода при вдыхании, удаляет чувство голода, дает возможность перенести голод более комфортно. Особенно мы любим использовать масло мяты во время курса условного голодания. И, наконец, король масел — это масло ладана. Это действительно король масел, потому что в любой ситуации, которая бы не произошла с вами, масло ладан является основой всего. То есть, если у вас нет вообще никакого масла, но есть ладан, считайте, что у вас есть все масла, потому что ладан — это универсальное, это очень дорогое масло, но оно универсальное. Даже не берусь перечислять все проблемы, при которых можно применить масло ладана. При всех проблемах можно применять ладан, и он никогда не будет лишним. Более того, ладан усиливает действие всех абсолютно масел, и тех, которые я перечислила, и тех, которые я не перечислила, потому что их огромное множество, но в рамках одного видео я не могу рассказать о всех маслах. И вот все эти 10 масел являются содержимым аптечки семейной, которую, я считаю, должен иметь каждый человек, который действительно по-настоящему заботится о своем здоровье. И я не могу не сказать о подарке. Каждый человек, который покупает вот такую аптечку, получает в подарок большой флакон 15 мл. вот он, видите, насколько он больше. И в этом флаконе, как вы думаете, что, не поверите, это просто королевский подарок. Это метаболическая смесь с ремисесси. Она очень актуальна будет для тех, кто имеет лишний вес. А согласитесь, лишний вес сейчас имеет каждый первый практически человек и связанные с ним проблемы. Проблемы инсулинорезистентности, проблемы диабета и прочее. Все, что касается лишнего веса, ожирения, висцерального жира, плохого обмена веществ, это все вопрос к слимсессии. Она решает, эта смесь решает все эти проблемы. поэтому ее так и называют метаболическая смесь. То есть смесь для разгона метаболизма, как это сейчас модно, популярно говорит, для улучшения обмена веществ. И мы ее тоже очень любим применять во время курса условного голодания, то есть очищения организма, потому что она купирует голод, она не дает чувству голода развиться в полной мере. Вот такой шикарный инструмент, для здоровья я сейчас имею в своих руках, и я не могу не поделиться этой информацией с вами. Если вас заинтересовала вот эта история с семейной аптечкой, пожалуйста, переходите вниз под видео, я даю свой контакт, обращайтесь ко мне, я проведу вас в этот мир эфирных масел, буду очень хорошим, верным поводарем и помощником в этот мир, все объясню, все расскажу, все покажу, научу пользоваться, дам все возможные рецепты и всегда подскажу в любой момент, какое масло, когда, в какой ситуации можно будет применить. у меня уже перед глазами, несмотря на то, что я занимаюсь маслами не так давно, с прошлого года, но перед глазами уже столько чудесных историй, даже вот моих собственных клиентов, которые получают вот такой вау-эффект на каждом шагу. Если вам интересны эти истории, присоединяйтесь ко мне в подписчики, потому что эти истории я регулярно показываю в своих постах, статьях, фотографиях, отчетах моих клиентов. Благодарю вас за внимание и жду вас по этому контакту, который я указала внизу под видео. Не болейте, берегите себя. за внимание, в описании. Продолжение следует...